Всем привет! Сегодня я вам покажу, как легко и быстро можно изготовить, наверное, одну из самых популярных и уловистых зимних окуневых блесен под названием Минская. Такими блеснами я пользуюсь уже более 20 лет и, поверьте, на мой взгляд, это одна из самых уловистых. Для ее изготовления потребуется кусочек тонкой медной либо латуневой фольги толщиной где-то бумажный лист, длиной 4,5 см и шириной где-то около сантиметра. Также нужен будет двойничок, в моем случае это 12 номера, паяльник, паяльная кислота, небольшой кусочек стальной проволоки, ну и немного инструментов. Сразу же из проволочки делаем петельку, ушко должно быть не сильно большим, достаточно, чтобы сюда только можно было одеть наш двойничок. Ну вот примерно что должно получиться. Дальше из фольги отмеряем и делаем заготовочку под саму блесенку. Вверх у нас должен быть 8 мм, длина 4,5 см, вниз должен получиться где-то около 4 мм. И при помощи ножниц вырезаем. Такая вот заготовочка получилась. Теперь ее надо немного выпрямить. Саму форму я буду ей придавать именно после пайки, сейчас она нам нужна ровненькая. Когда нагрелся паяльник, сразу же можно облудить наше колечко и саму заготовку. Для этого я буду использовать паяльную кислоту, капаем и наносим припой. Петелька готова, теперь также облуживаем нашу заготовку. Также на нее капаем паяльной кислоты, при помощи зубочистки ровно ее распределяем и облуживаем. Опять немного выравниваем. Теперь нужно в узкую часть впаять ушко. Для большего удобства вот таким вот образом закрепил все это дело в кусок пробки от длинной бутылки. Делаем приблизительно все симметрично. Можно приступать к пайке. После того, как припаяли ушко, опять выравниваем нашу заготовку. И теперь надо равномерно нанести сюда полого. Сделать низ более толстым, а верх сделать более тонким. Чтобы случайно не отпаять наше колечко, можно вот так вот зажать его зажимчиками. Здесь сделать наплывчик более таким увесистым. Сама по себе такая блесна довольно легкая. У нее очень своеобразная игра. Ну и вот, друзья, уже что у меня получилось. Можно сказать, блесенка готова. Теперь ее опять уже, когда нанесли припой, ровно выравниваем. С припоем это уже делать намного проще. Фольга никуда не играет. Можно чуть-чуть обрезать верхние уголочки. Дальше при помощи мелкой наждачной бумаги убираем лишнее. Снимаем заусенцы. Искругляем края. Ну и после того, как зачистили, можете покрасить любыми лаками. Можете так оставить. Можете, как я, использовать алюминиевую фольгу и облепить эту блесенку. Делать этого не обязательно. Красить или не красить, облеплять, это уже желание каждого. Наклев это особо не влияет. Тут уже просто лично для вашего, скажем так, вкуса. После того, как блесенка готова, приблизительно отступив около полсантиметра, с нижней части делаем небольшой загибчик. Верхняя часть также должна остаться ровной. Вот что должно получиться. Ну, вот этот загиб можно будет потом регулировать уже непосредственно на рыбалке. Смотреть, как блесна играет. В верхней части делаем отверстие для крепления карабинчика. И получившиеся заусенцы можно убрать также наждачной бумагой. Также вместо вот этого вот отверстия можно было с другой стороны припаять обычное ушко. Ну и чтобы внешний вид подольше сохранился, покрой это все дело теперь еще бесцветным лаком. Еще низ блесенки подкрашу немного ранжим лаком. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что вверх у блесны должен быть ровный, а ближе к низу, где будет двойничок, делаем небольшой загибчик. Лак подсох, теперь оснащаем нашу блесенку двойничком. Получилась она довольно легкая, где-то около двух с половиной, трех грамм. К сожалению, весов у меня нету, но так вот на вскидочку. И на двойник нужно сделать точку атаки, либо навязать, сделать опушечку, либо просто одеть какие-нибудь кембрики, которые будут привлекать окуня. Я буду использовать кембрики. Ну, таким вот образом просто одел 4 кусочка кембрика. Блесенка готова. Ну, теперь если получится, попробую показать вам игру этой блесенки. Укварь у меня маленький, поэтому не уверен, что что-то получится. Сейчас раздай мне рыбок. То есть, когда вы ее поддергиваете, она, видите, уходит вбок. При резких рывках она должна выполнять вообще кульбит, что-то типа сальто. К сожалению, здесь я не могу этого показать. Если делать небольшие рывки, то она возвращается четко на место. Вот такая вот окуневая блесеночка у меня получилась буквально за полчаса работы. Надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр. И до новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке.